Тяжело без фунипульора? Да, тяжело. Очень. Сейчас очень неудобно вот так вот передвигаться каждый день. Сейчас мы ходим, и у нас еще очень тяжелые портфели, и это вообще очень тяжело. И ты потеешь, и потом как бы болеешь, очень легко забыть. Вот уже несколько месяцев, чтобы спуститься с Уханова на Пушкинскую или наоборот, люди преодолевают 368 ступенек. Когда работает горный трамвайчик, то этот путь составляет всего пару минут. Но сейчас он в затянувшемся отпуске. Еще в июле его закрыли на профилактику. Это процедура плановая. На осмотр электрического транспорта потребовалось 30 дней. В начале августа фуникулер был снова в строю, но уже к середине месяца вагончики вновь остановились. Механизм, который дал сбой, изготовлен еще в 1960 году. Сейчас такие агрегаты просто не производят. Он является уникальным для России. Долгие годы необходимости в капитальном ремонте не возникало, но все когда-то ломается. После летнего ремонта профилактического, ежегодного, обнаружили неисправности двигателя и был отправлен на ремонт. Восстанавливали двигатель на ремонтном предприятии в Артеме. Специалисты завода искали редкие запчасти и заменяли старые на новые. Теперь обновленный механизм привезли в Владивостоке. Работники сразу приступили к монтажу. После установки двигателя и проведения всех необходимых технических проверок на красоты приморской столицы вновь можно будет любоваться из кабинок горного трамвайчика. Ведь фуникулер был и остается одной из самых главных достопримечательностей нашего города. Алина Черненко, Станислав Лаземный. Новости на восьмом. Новости на восьмом.